Всем привет! С вами Владимир Мефисто из Lab313. И в этом коротком видео я покажу, как пользоваться плагином PSX IDA для отладки игр на Sony PlayStation 1. Значит, по аналогии с предыдущими моими плагинами, дебаггерами для IDA, качаем архив, распаковываем в папку плагин с вашей IDA. Версия здесь не ниже 6.8 должна быть. Распаковываем, запускаем IDA. Далее нам нужен образ игры, распакованный, а точнее бинарь оттуда. Я распаковал образ Alundra. В нем берем бинарь, его можно найти в файле cnf, текстовом, подсмотрев здесь имя. Кидаем этот бинарь в папку, точнее в саму IDA. Выбираем Sony PlayStation PSX Image. Нажимаем ОК. Дожидаемся окончания анализа. Далее заходим в меню Debugger, Select Debugger, выбираем PSX IDE Debugger Plugin. Далее заходим в Options General, вкладка Analysis, процессор Specific Analysis Options. Нажимаем Add Mapping. Здесь нужно с 0 на 80 и 6 0, размером 0, потом 20 и 4 0. Так, тоже нажимаем ОК, теперь опять нажимаем, снова добавляем мэппинг. Сейчас с А0, тоже на 80 и тот же размер, ОК. Так, далее нужно применить сигнатуры известные от PSYQ. Заходим в меню View, Open Subviews Signatures. Если здесь нету PSYQ файла, нажимаем правой Apply New Signature, выбираем PSYQ. Применяем. Так, ну все, можно, собственно, запускать. Так, запустился наш эмулятор. Ну, я думаю, вы им пользовались. Если нет, там схема, в принципе, такая же самая, как в других подобных эмуляторах. То есть, настраиваем плагины, все, какие вам нужно. Биос выбираем, я оставил Simulate PSX BIOS. В принципе, разницы это не имеет. Так, ну, здесь зависит от того, вы будете запускать образ, либо через CD-ROM плагин, либо вообще через линк кабель. Я буду запускать образ. Значит, нажимаем ОК. Далее, важная штука. Заходим в Configuration, CPU. Ставим две галки. Enable Interpreter CPU. Enable Debugger. И опционально, то есть, ну, неважно, но иногда полезно, поставить галку Enable Console Output. То есть, будет видно чтение файлов и прочее барахло. Может помочь при отладке. Нажимаем ОК. Открылось окошко. Далее, нажимаем File. Run ISO. Я буду запускать именно образ. Сейчас выбираем наш бинар. Не бинар, а образ игры. Ну, либо у вас это будет плагин. Тогда RunCD. Запускаем. Можно в логе видеть все, что происходит. С включенной консолью запуск будет происходить дольше. Но будет зато все отображаться. Все, что происходит. Просто ждем. Можно пока настроить вкладки с регистрами и прочие окошки. Значит, модули нам не нужны. Потоки нам не нужны. Так, General Purpose Registers. Это основные регистры. Их оставим всегда видимыми. Так, далее. Можно отобразить еще меню Debugger. Debugger Windows Subprocessor 0. Окошко лога можно сделать поменьше. Ну, стека нам хватит. Так, почему-то долго слишком с этой галкой запускается. Ну, а, еще, наверное, потому что у меня запись видео идет. Так, давайте я остановлю окошко лога. Так, вот как оно решило поиздеваться. Хорошо. Значит, повторяем те же действия. Только уже галку не будем вставить, чтобы быстрее запустилось. Ну, в вашем случае вы можете поставить галку. И оно, в принципе, должно быстро будет работать. Снова выбираем ISO. Так. Остановилась эмуляция на точке входа на нашем мейне. Так. Опять же, придется настраивать окошки. Не прикольно. Ну, ладно. Так. Немножко настроили. HexU, в принципе, можно тоже вот сюда поместить. И стек туда же. В принципе, довольно удобно будет. Так. Окей. Значит, по F7 выполнять отладку. F8 на данный момент пока не работает. То есть, перепрыгивать процедуры, вызовы вот такие вот через джалы, мы еще не можем. Ну, это версия 1.0.0. Далее, это будет по Fiction. Но пока пользуемся тем, что есть. Можно ставить бряки. То есть, ставите дальше по клавише F2. И можно пропускать таким образом процедуры. Ну, то есть, не заходить внутрь. Так. Что здесь еще можно сделать? Допустим, видим, что по F7 здесь еще нормально. Так. Покажу вот здесь. По F7. Вот я один раз уже нажал. И мы все еще здесь. То есть, выполняются на самом деле инструкции этого макроса. Это макрос LW. В самом MIPS его нет. Чтобы включить отображение именно по инструкциям, а не по макросам, заходим в Options, General, Analysis, Processor, Specific Analysis, Options. И убираем галку напротив Use Micro Instructions. Теперь мы видим все, как оно есть. Так. Ну, и вот по одной инструкции выполняется. Ну, для упрощения можно, в принципе, показать в том виде, как было до этого. Так. Ставим бряк. А, уже запустилось. Ну, ладно. Нажимаем паузу. Где-то оно проскочило, этот бряк, наверное. Окей. Так. Ну, вот здесь, собственно, все эти строки. Можно видеть. Можно зайти в меню View. Strings. Поставим Display Only Defined. Ну, и здесь можно искать по именам файлов, конечно. Все как обычно. Так. Давай. Выйдем отсюда. Воу-воу-воу-воу-воу. Слишком громко. Так. В принципе, это основная. Так. Я сделаю потише. Попробую еще раз запустить. Так. Вот мы остановились. Попробуем все-таки с этим Unit Hip'ом разобраться. Куда-то он все-таки... Куда-то он все-таки... А, Move FP SP. То есть, по возврату из Unit Hip'а мы пойдем вообще черт знает куда. Давайте в Main зайдем. И прямо... О, еще Main. А где-нибудь. В принципе, поставим Brack'у. Вот. Остановились. Ну и шагаем по Москве. Скажем. Так. Где-то я переступил. Так. Значит, на этом, в принципе, все. Что я хотел показать. В принципе, просто. То есть, настраиваем. Запускаем. И пошагово исполняем. Напоминаю, что кнопки F8, то есть, степ-овера еще нету. Но это в процессе. Для начального, в принципе, знакомства с плагином будет достаточно. Всем спасибо. С вами был Владимир Мефисто. Всем пока.